Мы продолжаем следить за ситуацией со спорными земельными участками, попавшими в зону прохождения магистрального газопровода по Покровскому тракту столицы. Всего в районе села Хатасы в охранной зоне по маршруту газопровода оказались 63 участка, из которых на 16 граждане уже построили жилые дома, подвели электричество и даже оформили регистрацию по месту жительства. Однако сейчас эксплуатирующая магистральный газопровод компания «Саха Транснефтегаз» требует снести эти постройки. В ситуацию по указанию главы республики вмешалось правительство. Сегодня состоялась очередная встреча с собственниками наиболее проблемных участков, чьи дома оказались на пути газопровода. Всем этим людям предложили либо новый участок, либо смещение границ имеющегося участка с согласия соседей, не начавших капитальное строительство. Озвучили, что в любом случае ни один из оказавшихся в этом затруднительном положении не останется без помощи государства. Город Якутск предложил зоны в районе Хатас под мену, как обещали, там конкретные уже участки. В течение двух недель люди познакомятся, что это. Если же будет желание, то начнется процедура мен этих земельных участков. Есть три участка, по которым были выданы документы и разрешенные в том числе решения строительства. Соответственно, эти люди будут ждать решения суда. Не исключено, что решение суда определит, кто допустил в данном случае нарушение, повлекшее затраты, которые у этих людей появятся. И тогда у них есть надежда, что будут разговоры те, кто компенсирует затраты в связи с переносом или с теми затратами, которые они понесли при строительстве.